всем привет мои хорошие с вами любовь и мой мирок орхидей часто у меня девочки спрашивают люба что делать если у орхидеи вот именно посередине начинают сохнуть листья что это означает как с этим бороться вот на примере своих сегодняшних двух орхидей я хочу вам показать и объяснить что это такое и что можно сделать убираете эти желтые листочки которые были вот здесь в этом случае они уже убраны ну и как всегда для своей подстраховки я иногда обрабатываю максимом гнили здесь никакой не было но листочки мы убрали вот у этой орхидей ки то же самое первая орхидей к у нас была хатаюки она еще цветет чуть позже покажу а вот эта красавица у нас с вами это орхидея сказка которая тоже самое произошло с ней то есть у нее листочки отжелтились именно посередине не снизу как они должны желтится от середины и что это такое значит многие не знают а все элементарно просто орхидея сама себя начинает омолаживать делиться на две части что мы сейчас с вами и будем делать орхидея нам всячески показала что ее можно разделить и у нас будет не одна орхидей к а две три а может и четыре на данный момент у этой красавицы уже есть детка вот она видите детка пошла у нее вон оттуда его и у этой детки уже есть самостоятельный корешок который обхватывает шею мамы и вот сейчас мы с вами и проведем некоторые манипуляции с этими красавицами орхидея сказка и орхидея хатаюки которую мы с вами делили между прочим 23 0 9 20 года и деточка у пенечка у хатаюки ой пенечек выдал деточку который я отправила когда-то в подарок маришечки с канала flower flower и что-то или я просмотрела или маришка не показывала красотку но у нее было много потерь возможно и с ней что-то случилось но не знаю вот она эта красавица хатаюки очень красивая орхидейка сейчас я попробую поймать ее цвет потому что она такая белоснежная а губа у нее такая желтенькая и неоновая очень красивая ну это красавица цвела у меня опять очень долго вчера я их поливала то есть видно что корешочки зеленеют и она влажная для начала мы уберем у нее вот этот сухой цветонос он уже отцу отцов свое красивое дело сделал в нашем случае поэтому он нам не нужен и мы его убираем чтобы он нам не мешался ну а теперь хорошенечко рассматриваем нашу красавицу а это красавица еще делиться не может потому что она у нас с вами здесь цветет еще может она эти цветочки долго подержит а может и нет но я не хочу чтобы ее корешочки ушли глубоко глубоко вовнутрь потому что потом нам будет очень проблемно и и отсюда освободить хотя они уже наверное ушли очень глубоко ну давайте посмотрим что можно сделать вот здесь наверху мы видим корни видите вот они корешочки и орхидейка всячески кстати вот здесь у нее тоже пошла пошла желтизна у этого листика поэтому мы сейчас его тоже уберем орхидейка в пыли для камеры я ничего не мыла специально как есть так показываю без всяких приукрас смотрите сколько корней там видите сколько много корешков снимаем вот этот листик чтобы понять что там у нас внутри так ну а теперь стараемся осторожно хотя там вон тоже видите корни вам даже видно лучше чем мне вот по-хорошему бы снять еще один лист вот этот что мы с вами и сделаем видите сколько здесь корней орхидей таким образом всячески показывает что она хочет разделиться что мы с вами сейчас и сделаем пенечек там очень хороший поэтому детка однозначно у нас оттуда с вами будет нам сам главное сейчас ее правильно отделить вот эти корни вот они закуплены и так с этой стороны подлезть проблемно и с этой тоже слабонервным не смотреть и вот что у нас с вами получилось вот такая вот красота получилась из этой красоты ли но эта красота ли у нас срезалась вместе с цветоносом ничего страшного оставляем ее и смотрим что же у нас тут получилось а здесь у нас с вами остался вот такой хороший пенечек замечательными корнями и со всеми посылами для детки мазать я здесь ничем не буду оставлю все как есть она сама постепенно подсохнет и мы с вами будем просто ждать детку отставляем отставляем эту красавицу сторону будем надеяться что она нам с вами даст не одну детку а много здесь у нас получилось вот такая деточка у которой шикарные корешочки два из них умеют пить самостоятельно но вот отрезать ей цветонос или нет я сейчас подумаю в процессе в процессе деления следующий красавица следующий у нас сказка с ней я думаю будет все гораздо проще потому что здесь все хорошо вроде как видно да нет тоже все не очень хорошо видно это же придется снять по одному листочку по крайней мере один вот этот пока я точно вижу что надо удалить удаляем смотрим 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 что здесь но здесь вот этот сейчас мы тоже удалим и тогда уже беспрепятственно сможем разделить орхидейку еще корни растут сикись накисть все здесь подложим и смотрим 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 вам все это будет дело очень плохо видно но я все это дело рассмотрев вижу где мне надо ее разделить все опять слабонервным не смотреть так деточкин корень корень который уходил под детку сейчас мы осторожно ее освободим вот прекрасные растущие корнюшки сейчас мы с вами все рассмотрим все здесь тоже ничего замазывать не буду это корень деточки которая у нас вот с этой стороны сидит все все отставляем мамочек и беремся за наших красавиц давайте снимем вот эту чешуйку все срежем вот так давайте вот здесь еще чешуечку вижу срезаем цветонос сухой полностью он уже высох поэтому можно его отрезать прям под самый корешок ну что подготовил я вот такие вот стаканчики из-под мороженого если я не ошибаюсь и примеряем нашу красавицу здесь сухой корешок чуть-чуть давайте его сразу не совсем до живого а до сухого срежем чтобы нам ничего не мазать мазать максимом ничего не буду никакой гнили здесь нет ничего нет все подсохнет естественным путем примеры примеряем наш стаканчик очень даже хорошо все здесь будет берем замечательный наш мох и и девчат забыла включить вам камеру в общем обмотала я ем хом и сюда вот так вот утрамбовала где-то тут вот он наш единственный корешок аккуратненько он лег вот его видно и вот так вот мы с вами посадили нашу сказку мог слегка влажной а под попкой он прям сухой сухой вот она шейка приоткрытая и полив будет только снизу вот так возможно даже вот в эту прослойку положу кусочек губки очень мне нравится с губкой сейчас мы с вами чуть позже это проделаем и берем следующую нашу красавицу следующую нашу красавицу и чтобы ей было легче адаптироваться все таки мы с вами цветонос вот так вот чтобы он не перетягивал мы удалим а это поставим вазочку и чуть-чуть полюбуемся она уже цвела давно сейчас мы с вами повторим ту самую процедуру которую я вам не показала берем сухой мох делаем комочком укладываем под копку теперь берем такой влажненький мог все что нам не нравится убираем вот ведь прям вот сухой и влажный его прям видно и вот эти корешочки осторожно обматываем мхом и вот этот тоже нам надо с вами вот так вот раз зацепить влажным мхом чтобы он ушел у нас с вами сейчас во внутрь в посадку и вот эти корешки и вот так берем стаканчик корешочки обязательно прикрываем чтобы они были закрыты мхом даже какие-то травмы сейчас корешочком если будут ничего страшного травмы в любом случае будут они подсохнут и растюшка будет хорошо себя потом чувствовать сюда укладываем еще мха чтобы ее выровнять и вот таким образом мы с вами омолодили орхидейку орхидейки и размножим потому что пенечки у тех орхидеек нижней части которые остались они очень даже хорошие укладываем сюда мог пока как я делаю во всех своих посадках укладываю кору сейчас я делать так не буду поливать я буду только снизу чтобы верхний слой мха не был обожжен от воды вот так водой поливаю я чистый дождевой из-под крана я уже не поливаю больше года свои растения ну а сейчас мы с вами берем губочку мне очень нравятся эти губки для посуды я их покупаю фикс прайсе они вот такие спрессованные когда продаются видите какая тоненькая укладываю эту губочку сюда все ставлю сюда наш стаканчик потом эта губка разбухнет и напитает в себя влагу постараюсь показать вам этот первый полив обязательно берем вторую орхидейку берем стаканчик и тоже эту губку сюда укладываем тоже ставим и потом губка будет влажная и орхидейка мох точнее будет мочиться постепенно брать влагу с этой губки очень нравится мне как вот так происходит полив у маленьких растений и так даже можно оставить очень долго свое растение без себя то есть две недели налили сюда водички и постепенно будет отдаваться все растению сейчас я подпишу наших красавиц так девчат не нашла сегодня чем подписать ну в общем вот такие вот у нас красотки с вами получились было две стало четыре и будем ждать вот от тех дальних еще деток узко у сказки детка есть я подпишу обязательно эти горшочки чтобы не перепутать потому что они даже на вид очень похожи листочками ну вот такая в принципе я вас уверяю безболезненная процедура произошла для этих красавиц будем следить за дальнейшей жизни и не надо никогда паниковать если вы увидели желтеющие листики из середины стволика ничего страшного в этом нет орхидейка просто вам показывает что она хочет омолодиться не забываем ставить лайк подписываться на канал и писать свой комментарий всем пока пока